Здравствуйте! Мы продолжаем изучать раздел «Казахско-Джунгарские войны». Обратите внимание на тему и краткое содержание урока на экране. Тема урока «Организация единого народного ополчения». Сегодня на уроке оценим роль Курултая в Каракумах и Ордабасе в организации сопротивления джунгарской экспансии. Как вам уже известно, внутреннее положение казахского ханства в начале XVIII века было сложным. Казахское ханство оставалось политически раздробленным государством. Между казахскими жузами не было постоянных политических связей. В казахском обществе практически не существовало постоянной профессиональной армии. Грабительские набеги джунгар на казахские земли стали регулярными. Всенародное ополчение собиралось в случае необходимости отпора внешней агрессии. Для организации казахского сопротивления был созван Курултай. Курултай – это собрание кочевой знати, на котором принимались важные государственные решения. Высший орган государственной власти у тюрко-монгольских народов. А теперь посмотрим короткое видео. В 1710 году было созвано собрание представителей казахского народа. Объединительный Курултай – казахской знати, состоявшийся в Каракуме, где было решено создать всеказахское ополчение. Летом 1710 года состоялся первый Курултай в Каракумах. Каракумы находились к северу от Арала и тянулись до северо-восточных отрогов Улутау. На Каракумский Курултай съехались представители всех трех казахских жузов в ставку Тауке-хана, а также прославленные Батыры и Бии. Тауке-хан, понимая всю серьезность ситуации, которая нависла над казахским ханством, предполагал обсудить на Каракумском Курултае новую тактику в управлении вооруженными отрядами. Исходя из этого, предполагалось ослабить роль султанов и усилить роль биев. Это создавало условия для централизации государства, формирования отрядов казахского ополчения и усиления возможности сопротивления врагу. На объединительном Курултае степной знати в Каракумах было решено создать всенародное ополчение во главе с Батыром Багимбая. Участники Курултае дали клятву сражаться с врагом до победного конца. Выступление Багимбая-Батыра на первом Курултае в 1710 году. «Отомстим врагам нашим, умрем с оружием в руках, не будем слабыми зрителями разграбленных кочевок и пленных детей наших. Рабили ли, когда воины равнин кыпчакских?» Такая пламенная речь Батыра не оставила разнодушными людей. Слабые перестали сомневаться, сильные воспряли духом, поклялись поддержать Багимбая. Было решено совместно выступить против врага. Некоторые аксакалы поклялись даже кровью. Они раздали жертвенное мясо белой кобылицы и поклонились создателю. А сознание реальной угрозы, нависшее над казахским ханством, дало и первые результаты. В 1711 году казахское ополчение трех жузов сумели дать отпор врагу. А в следующем уже году казахское ополчение вторглось в пределы джунгарского государства. Джунгары отступили к востоку. Ответный поход джунгарского хунтайше в 1713 году окончился провалом. Но первые плоды совместной борьбы не были закреплены. Сражение у Аягуза в 1718 году. Весной 1718 году состоялось трехдневное сражение вблизи Аягуза, которое окончилось поражением казахского ополчения. Так как казахские султаны действовали разрозненно. Хан Абулхаир и хан Каиб вели военные действия несогласованно. В этот критический момент дело спасения страны взял на себя сам народ, выдвинув из своей среды крупных предводителей народного ополчения, батыров того времени. Мудрые вдохновители освободительной борьбы казахского народа Бии, Толибии, Казыбек, Айтике сыграли выдающую роль в объединении усилий казахских родов в этот кирижический период. Абулхаир – руководитель борьбы с джунгарским нашествием. Осенью 1723 года Абулхаир во главе 20-тысячного войска совершил ряд набегов на волжских калмык, родственных этнически джунгарам и их союзникам. Весной 1724 года Абулхаир вплотную подошел к Туркестану, столицу казахского ханства, и приступом взял его. Осенью 1726 года на берегу реки Бадам у подножья горы Ордабасы состоялся второй Курултай, на котором были ханы Абулхаир, Абулмамбет, Самике, Жолбарыс, а также старшие Бии казахских жузов, Толибии, Айтике, Казыбек, прославленные батыры и полководцы. Решения Народного собрания сыграли судьбоносную роль в организации отпора против завоевателей. Каждое родовое подразделение обязывалось выдвинуть свои военные отряды. Курултай у подножья Ордабасы состоялся по следующим причинам. Отсюда было близко для Семеречья, освобождение которого было первостепенным. А также это был регион, окруженный отрогами Алатау и Каратау, представляющим долину с востока района, где было очень выгодно тайно разместить многочисленное военное войско. Курултай в Ордабасе. Представители казахских жузов приняли решение об организации всенародной борьбы против врага. Согласие видных султанов, известных полководцев, общее командование, объединенными силами, ханство было возложено на хана Абулхаира, полководческое искусство которое снискало ему признание большей части намадов. Абулхаир хан, как организатор борьбы народа против иноземных захватчиков и как дальновидный политик, пользовался заслуженным авторитетом среди наиболее влиятельных чингизидов. Успешные действия объединенных сил трех казахских жузов, начиная с 1726 года, стали давать свои результаты. Если раньше казахские отряды действовали разрозненно, то начиная с середины 20-х годов XVIII века казахские батыры действовали сообща, координируя свои военные планы по обширной степной зоне. Ордабасе – это исторический, культурный, духовный памятник казахского народа. 1 января 1994 года здесь был открыт культурно-исторический заповедник Ордабасы. Он расположен на левой надпойменной террасе у реки Бадам, западнее города Шимкента. Сейчас проверим полученные знания. Соотнесите имена и портреты. Проверяем. Первое – это Багимбай Батыр. Второе – это Абул Хаир Хан. И третий – это Хан Тауке. Ставьте пропущенные даты. Осенью Абул Хаир Хан во главе XX000-го войска совершил ряд упреждающих походов против волжских кавныков. На объединительном Курултае степной знати в Каракумах было решено создать всеказахское ополчение против Джунгар во главе с Батыром Багимбаев. Весной близ Аягуза состоялось трехдневное сражение казахского ополчения с Джунгарами. Осенью у подножья горы Ордабасе состоялся второй Курултай. Проверяем, как мы вставили даты. Осенью в 1723 году Абул Хаир во главе XX000-го войска совершил ряд упреждающих походов против волжских кавныков. На объединительном Курултае степной знати в Каракумах в 1710 году было решено создать всеказахское ополчение против Джунгар во главе с Батыром Багимбаев. Весной 1718 года близ Аягуза состоялось трехдневное сражение казахского ополчения с Джунгарами. И осенью 1726 года у подножья горы Ордабасе состоялся второй Курултай. Подведем итоги урока. В 1726 году у подножья горы Ордабасе состоялся великий Курултай. Разрозненные многочисленные племена казахов приняли решение действовать сообща и дать отпор джунгарам, с которыми воевали более 150 лет. Сосредоточение основных сил казахов в районе горы Ордабасы не было случайным. Именно здесь было легче всего подойти к границам с джунгарским государством. Судя по фольклорным материалам, казахское войско было организовано и сосредоточено по принадлежности к жузам. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok